Привет, пироги! Меня зовут Роман, и мы начинаем нашу серию обучающих видео гайдов от про-игроков. И для начала мы с вами разберемся с UFC 4, а поможет нам в этом известный ютуб-блогер и киберспортсмен Николай Notorious Game Набока со своим видеогайдом по борьбе и броскам через клинч. Погнали! Итак, перейдем к самым простым тейкдауну. Они делаются как и в одну ногу, так и в две. Для начала нужно выберить правильную дистанцию для тейкдауна. Вы не сможете провести проход ноги, если будете стоять слишком далеко от соперника. Делаются тейкдауны очень просто. При нажатии клавиши L2 плюс Y проводится быстрый тейкдаун в две ноги. При нажатии клавиши L2 плюс квадрат проводится тейкдаун в одну ногу. Также все-таки остался один тейкдаун, который можно делать на большой дистанции. Это захват лодыжки. Он делается точно так же, как и проход в одну ногу, но только с большого расстояния. Нажимаем клавиши L2 плюс квадрат и магнитим пятку нашего соперника. Хорошо, с обычными тейкдаунами мы разобрались. Теперь перейдем к высоким захватам ног нашего соперника. Для того, чтобы провести усиленный проход в две ноги, зажимаем L2, L1 и Y. Поднимаем нашего соперника. Для красоты картины можно пройтись пару метров и бросить его, нажав на любую кнопку из ударов. Важно уточнение, что долго ходить не стоит, ведь соперник вырывается с захвата через несколько секунд. Для того, чтобы провести усиленный бросок в одну ногу, зажимаем L2, L1, квадрат. И получаем точно такой же высокий тейкдаун, только уже с захватом в одной ноге. Еще важное уточнение. Вы должны удерживать клавиши для броска, когда совершаете тейкдаун. Если вы нажмете на них быстрее и отпустите, у вас вылетит удар в корпус, а нам это не надо. Хорошо, переходим к броскам через клинч. Чтобы взять клинч нашего соперника, нужно ориентироваться по нашей ведущей руке. Сейчас я стою в стойке правши, и чтобы мне взять клинч, нужно быстро нажать R1, квадрат. Если мы станем в левшу, то тогда уже R1, плюс Y. Когда мы берем клинч, у нас сразу же появляется довольно-таки немало бросков. Начнем с самых простых. Это обычные подсечки без преследования в партере. Первый бросок это подсечка двух ног, когда вы кружитесь в клинч, в сторону ведущей ноги. У меня она левая, и поэтому бросок будет проводиться R1, плюс крестик. Точно так же и в противоположную сторону, но только уже на этот раз R1, плюс нолик. Также, когда вы идете на вашего соперника, у вас открываются легкие проходы без преследования в партере. Делаются они точно так же, как и прошлые тэкдауны, R1, плюс крестик. И R1, плюс нолик. И в движении можно провести только один мощный тэкдаун. Это захват двух ног. Делается он при нажатии клавиши L2, L1, плюс квадрат или Y. Это уже зависит от вашей дальней руки. С места нам открывается очень крутой бросок подхват по две ноги. Делается он при нажатии R1, плюс крестик или нолик, зависит от ведущей ноги. Также после входа в клинч можно улучшить позицию, нажав R1, квадрат или треугольник, зависит от того, какая у вас ведущая рука. С этой позиции нам открывается два мощных тэкдауна. Первый – это бросок через бедро. Делается он через R1, плюс крестик. Второй тэкдаун – это что-то наподобие суплексы. Делается он R1, плюс нолик. Когда вы находитесь в сетке, вам доступен только один тэкдаун, и это подхват по две ноги. Делается он через R1, плюс крестик или квадрат. И последний на сегодня тэкдаун – это Асота Гарри, в переводе с японского – задняя подножка. Она есть только у забитого Магомеша Рипова и делается только с учетом того, что вы стоите в одноименных стойках с вашим соперником. Кнопки для исполнения – это L2, плюс квадрат и крестик одновременно. Большое спасибо Николаю за его видеогайд, а я напоминаю – подписывайтесь на канал Нотариуса, на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!